Ольга Мельничук Я хочу дать вам сердечный пламенный привет от всех служителей нашего центра и от всех ребят, которые сегодня находятся на программе. Я думаю, что вы все прекрасно знаете обстановку, которая происходит в сегодняшнем мире, что дьявол буквально объявил войну нашим с вами детям, нашей с вами молодежи. В 26 штатах легализованы наркотики. И я думаю, что нет больше такого греха, который каждые 5 минут уносит чью-то жизнь в преисподнюю. Но это наркомания. Это официальная статистика Америки. Каждые 5 минут от передозировки умирает один молодой человек, и чья-то душа попадает в ад. И, наверное, хочу сказать, что 12 лет мы трудимся в штате Миссури и помогаем вот таким людям, обреченным на смерть. И, к сожалению, в нашем центре где-то 90% дети верующих родителей. Не потому, что плохие церкви, не потому, что плохие семьи. Нет, просто дьявол, бывший ангел света, и он знает, как завернуть грех в красивую привлекательную обертку так, чтобы не напугать, но чтобы обольстить и увести нашу молодежь. И многие молодые люди черпают информацию из интернета, от своих друзей в школе, еще где-то на улице, и получают ложную информацию, и оказываются не готовы ко встрече с этим грехом, с этим злом, и попадают в эти капканы, из которых потом очень тяжело выбраться. Я 24 года являюсь служителем реабилитационного центра, и перед моими глазами прошло уже более 8 тысяч вот таких изломанных и искалеченных судеб. И да, Господь, Он вчера, сегодня и вовеки тот же спасающий, прощающий, исцеляющий Бог, и Он пришел, чтобы взыскать этих людей, и чтобы спасти погибшие. И моя жизнь — это яркий пример свидетельства того, что Бог тот же, но также это предупреждение для молодежи, как просто однажды позволить себе переступить запретную черту и попасть в ад на земле. И мою жизнь можно подразделить на три этапа. И первый этап — это беззаботное детство, когда ты окружен любовью и заботой ближних людей. И мы видим, что маленькому ребенку ничего не надо для того, чтобы быть счастливым и радоваться, лишь бы мама с папой были рядом. Но потом мы растем, наступает следующий этап нашей жизни — школа. Это тот момент, где каждый ребенок встречается с каким-то выбором, где каждый человек выбирает чью-то сторону и принимает какое-то самостоятельное решение. И я в пятом классе приняла неправильное решение. Из-за того, что я была очень хорошей, послушной отличницей, меня не приняли сверстники. И я не прошла это испытание отверженностью. Я захотела иметь друзей. И поэтому я поддалась на это. Выкурила первую сигарету, выпила первый бокал шампанского. И даже не представляла, что именно с этого момента началась моя дорога в ад. 14-летний путь. Вы знаете, очень скоро пришли, конечно же, более тяжелые наркотики, потому что душа как преисподняя, она расширяется, человеку всегда мало, и пришла марихуана. Я даже представить не могла, что это наркотик, потому что тогда считалось, что в нашем Великом Советском Союзе наркомании и наркотиков нет и быть не может. Наша страна великая и могучая. Сегодня существует другая ложь. Врачи выписывают обезболивающие препараты с наркотическим содержанием. Основная часть наших ребят в центре – это те, кто начали принимать эти препараты, просто желая уменьшить свою боль. Врачи говорят, что марихуана не такое уж это и зло, а наоборот она полезная, она избавляет и от депрессии, и она лечит рак, и многие другие, у нее хорошие качества есть. Но как смерть может изменить что-то в хорошую сторону в жизни? Марихуана – это первый шаг к смерти. Также очень скоро в мою жизнь пришли тяжелые наркотики. И скоро моя жизнь превратилась в сплошной кошмар, в гонку за дозой, и ради этой дозы я была готова на все. Я торговала собой, я воровала, я вынесла все из дома. Для меня в жизни не осталось ничего святого. Я могла переступить через плачущую мать, забрать у нее последние деньги и уйти за дозой. Но прошли годы, и скоро вся моя жизнь превратилась в то, что я хотела избавиться от этой проблемы, от этой зависимости тоже любой ценой. И я готова была на все. Я ложилась в разные клиники города Ленинграда, потом Санкт-Петербурга, обращалась к экстрасенсам и кодировщикам, всякие шептуны и гадатели. Жизнь становилась все страшнее и страшнее. И, в конце концов, отравленный наркотик, клиническая смерть и диагноз – рак крови. И полная безнадежность, потому что врачи сказали, что не имеет смысла жить, что ничего не получится, ты не переживешь ни ломок, ни рака, два месяца и смерть. Единственный, кто продолжал верить, надеяться и молиться, мама и мой двухлетний сын, которого я родила, будучи тоже уже наркоманкой с девятилетним стажем, я думала, что он избавит меня. Но я очень ошибалась. Мой мальчик просто родился тоже наркоманом на ломках, и врачи боролись за его жизнь, чтобы он выжил. И когда выписали, я была счастливой мамой какое-то время, но это оказалось тщетным. И вот эта боль и пустота в моей душе, тот след, который оставляют наркотики, они вернули меня в это болото. И вот молитвы матери были услышаны Господом через 14 лет этого кошмара на земле. И 25 лет назад Господь нашел меня. В самом глубоком рве Он протянул свою спасающую, прощающую, исцеляющую руку. Конечно, это были люди, это было тюремное служение одной из церквей. Люди, которые просто жили словом, которое написано в притче 21 глава 11 стих. Спасай взятых на смерть. И неужели откажешься от обреченных на убиение? И эти люди знали, что Бог может все. Но самое главное, они знали, что может Он спасти мою бессмертную душу от ада. И они ходили ко мне, говорили мне о любви, о милости, о прощении, о спасении. Я долго не верила, но я решила, что я поеду в церковь. И после того, как я отдала Господу свою жизнь, моя жизнь полна чудес Божьих. Церковь молилась за меня. После этого меня обнимали, подходили люди и поздравляли меня. Для меня это было огромное чудо, потому что люди, которые встречали уже много лет меня на улице, они переходили на другую сторону. Вот так я выглядела. Раковая больная, 40 килограмм, кровотечение. Язы по всему телу. Я похожа была на труп, меня боялись. Но люди мне явили впервые любовь к Христову, они обнимали меня. Домой я ехала на общественном транспорте. И кто помнит Россию и Украину, вы знаете, что август, жара, негде сидеть, нечем дышать. Но у меня были силы, я 40 минут стояла на своих ногах. Когда я приехала домой, я знала, что сейчас начнется ломка, то, о чем врачи сказали, даже не мучайся, не переживешь. Но наш Бог, который взял на себя все наши немощи и понес все наши болезни, Он забрал весь этот кошмар, всю мою боль и пустоту моего сердца на крест. И я чувствовала себя счастливым человеком. Через месяц я поправилась на 28 килограмм. И мои новые друзья сказали, сдай кровь, раковые так не поправляются. И когда я получала ответ, врачи собрали консилиум, они извинялись передо мной, а потом сказали, простите, мы поставили два года назад вам ошибочный диагноз, содержали вас в таком страхе. Ваша кровь абсолютно нормальная. Вы знаете, я начала им доказывать, что это Христос, который пришел в мою жизнь, который не только исцелил меня от рака, а освободил от наркотиков и совершил еще много чудес в моей жизни, что у меня новая душа, новое сердце, я другой человек. Они не поверили мне. Вы знаете, умным людям очень тяжело поверить в то, что Бог, Он сегодня на самом деле живой, реальный, спасающий, исцеляющий. Но, слава Богу, мы с вами знаем это и можем людям говорить об этом, кричать об этом. Через некоторое время Бог восстановил мою внешность, и я вышла замуж. Для меня это тоже чудо, потому что мой муж – это именно такой человек, с которым мы имеем одно сердце, одни мысли, одни чувства, одно служение и неиссякаемый источник любви Господа Иисуса Христа. Моему сыну только по милости Божией 30 лет. И только по милости Божией он совершенно здоровый и крепкий парень. У него нет никаких последствий, которые должны были оставить наркотики, просто Бог помиловал и его. И мы с мужем усыновили еще двух мальчиков, их родители-алкоголики, и мы понимали, что они не могут им ничего дать, но Бог дал нам силы и возможности вырастить и поднять их. И сегодня это взрослые мужчины, 32-34 года. Слава Богу за это. А мы с мужем вот уже 24 года являемся служителями вот этого служения, людям, обреченным на смерть, и помогаем им. Помогаем тем, чем можем. И знаете, наше служение под Санкт-Петербургом началось в 95-м году с того, что к нам в церкви подошла одна сестричка и сказала, помогите мне найти брата, он пропал где-то в районе рынка, где торгуют наркотиками. И мы пошли искать его всем тюремным служением. Мы попали в питерские подвалы, и то, что мы там увидели, навсегда изменило наше восприятие этой жизни, отношение ко всему и нашей жизни в целом. Мы увидели сотни и сотни разлагающихся, умирающих от наркомании и алкоголизма людей. Людей, которых даже не считали за людей, они были не нужны уже никому, и они были покрыты язвами, худые, никому не нужны. И мы поняли, что кроме Христа эти люди больше на самом деле никому не нужны. Люди вызывали полицию, если кто-то умирал в подвале, только тогда, когда трупный запах мешал им жить. Они звонили и говорили, приезжайте, заберите, там сдох какой-то наркоман. И полиция, приезжая, видя на самом деле изнеможденные тела, покрытые язвами и следами от уколов, они просто забирали его и даже не искали родных и близких. Они просто хоронили этих людей с табличками НЖНМ «Неизвестная женщина, неизвестный мужчина». Вот с этого момента мы начали ходить в эти подвалы, кормить, одевать, умывать раны этих людей, говорить им о любви Божией. И знаете, они приходили в церковь, каялись и точно так же уходили. И мы поняли, что для того, чтобы эти люди научились ходить в свободе, надо долгое время, чтобы мы были с ними вместе, чтобы мы научили их стоять в свободе, которую Христос дает так просто. И в 2000 году мы начали ездить в Америку, просить помощи для нашего служения там в России. И славянские церкви очень сильно откликнулись, очень помогали нам. И, наверное, благодаря этому на сегодняшний день там под Санкт-Петербургом у нас две большие территории, 200 человек находятся единовременно. И мы уже не только обеспечиваем себя, но и уделяем нуждающимся. И люди продолжают спасаться. Но в церквях стали подходить люди и говорить, почему вы не начнете такое служение здесь? Здесь столько славянской молодежи попало в эту же проблему. Тогда мы и думать не могли, но прошли годы, и Господь позволил нам 12 лет назад. Мы начали это служение в штате Миссури, которое существует и по сей день. Я думаю, что вы многие знаете о нем, слышали о нем. Мы помогаем вот этим людям, которые попали в эти капканы, выйти из них и научиться стоять в свободе Божьей. Три года назад мы приобрели вторую территорию в штате Невада. Это уже не так и далеко от вас. Потому что мы всегда знали, что люди, когда приезжают, знающие друг друга вместе на реабилитацию, они не помогают друг другу, они топят друг друга. Их надо разделить на разные территории. Мы купили эту землю, и Бог совершил там огромное чудо. Был изменен зон закон Киаунти для того, чтобы мы могли строить здание, для того, чтобы мы могли начинать реабилитацию. Но самое удивительное не в этом. Удивительное в том, что очень скоро мы узнали, что недалеко от того места, где мы купили землю под реабилитационный центр, есть такой город греха, о котором вы все слышали, Лас-Вегас. Город, который ночью сияет красотой, там, я не знаю, величием, и такой он кажется преуспевающий, великолепный город. Но мы узнали, что оказывается под этим городом находится 600 миль подземных тоннелей, в которых на сегодняшний день живет более 14 тысяч человек, которые приехали в этот город греха для того, чтобы поиграть, отдохнуть, посмотреть, может быть, завоевать деньги всего мира. Не знаю, с какой целью они приехали, но я знаю одно, что дьявол сумел обмануть их. Он отнял у них состояние, потом отнял у них родственников. И сегодня они живут вот в этой прекрасной стране, преуспевающей стране, как крысы в этих подземных тоннелях. И не имеют сегодня ни одного лучика надежды. Но я знаю точно, что Господь хочет сегодня спасти души этих людей. На самом деле ищет и смотрит на землю, кто согласится пойти туда. И мечта нашего служения, как только мы закончим строительство здания, которое мы вот сейчас в этом месяце уже начинаем, здание на 30 человек, мечта нашего служения спуститься в эти тоннели, и мы верим, что это мечта от Господа, и начать вырывать души из этого царства дьявола и приводить этих людей в царство Божие, как это мы когда-то начали делать в Санкт-Петербурге. И поэтому, дорогая церковь, прошу вас, чтобы вы молились за нас, чтобы вы вспоминали в своих молитвах об этих людях, которые на самом деле сегодня обречены на обиение. Дьявол обрек их. Но знаете, молитвы, они могут многое. Господь силен, и ухо его не устало слышать. Поэтому молитесь за нас. И также я приглашаю молодых, кто хочет помочь в строительство здания, помочь чем можете, неважно, нам нужна любая помощь. В Неваду мы с удовольствием примем массы, я думаю, что будет благословенное время и общение, и труда вместе. И так как наш центр всегда был, есть и будет бесплатным реабилитационным центром, и работники-волонтеры, то я привезла сегодня с собой труд наших ребят, то, что мы сейчас делаем в Миссури, я думаю, вы все при входе видели, там на столе футболочки с христианской символикой, мед. И если ваши сердца расположены помочь нашему служению, каждый доллар от этой продукции он пойдет на спасение еще чьей-то жизни. И, конечно же, у меня есть с собой письма партнеров. Если кто-то хочет быть нашим партнером, вы можете взять, прислать информацию о себе и получать информацию о том, что происходит каждый месяц в нашем центре. И, конечно же, у меня есть информация о нашем центре, которую вы можете взять и раздать всем людям, которых вы видите нуждающимися на улицах вашего города. Для того, чтобы попасть в наш центр, единственное надо, чтобы человек сам позвонил и сказал, я хочу изменить свою жизнь, помогите мне. А мы всегда открыты. Да благословит вас Господь. Слава Богу. Спасибо большое за сильное свидетельство о Божьих чудесах. Знаете, мы сейчас помолимся. Перед тем, как помолимся, хотелось бы сказать, что 1 сентября, братья и сестры, это воскресенье. На английском служении в 5 часов вечера сестра Ольга будет с нами. Поэтому это в первую очередь обращение к молодежи и обращение к родителям. Просто убедитесь, что ваши дети, подростки, молодежь 1 сентября попадут на английское служение. Сестра Ольга с переводом будет, но тем не менее она будет делиться Божьими чудесами, она будет говорить о том, как избежать или не попасться на этот крючок, потому что может быть у нас этой проблемы сильно нет, но знаете, надо не уметь тушить пожары, а надо пожары предотвращать. Поздно говорить об этом, когда вовсю эта проблема пляшет. Поэтому убедитесь, что вы донесли это до своих детей, внуков, не знаю, родственников. 1 сентября в 5 часов на английском служении Ольга будет с нами делиться свидетельством и опытом, как избежать этих моментов, как не попасться на этот крючок. Помните, что когда вы покупаете мед, вы не мед покупаете, вы жертвуете на служение, мед вам как бонус дает. Если хотите купить мед, идите в магазин лучше, потому что вы здесь на служение даете деньги и мед или эту футболку или что-то еще вы получаете как бонус, может быть, как напоминание о том, чтобы об этом молиться. Пусть Господь благословит наши сердца быть активными участниками, партнерами в деле спасения людей погибающих. Давайте мы сейчас встанем, помолимся за это служение, за сестру Ольгу, чтобы Господь благословил их и нас. Отец, мы Тебя благодарим за то, что Ты Бог любящий, Ты Бог спасающий, Ты Бог милующий. Иисус Христос умер за всех людей, мы Тебя за это благодарны. Мы Тебя благодарны за то, что мы спасены, за то, что нашу жизнь Ты изменил, за то, что в Тебе мы обрели надежду будущее, Господь. И мы Тебя сегодня благодарны за сестру Ольгу, за ее сотрудников, Господь, за это служение, реабилитация, за то, что они идут и находят этих людей, делятся надеждой, которая есть Тебе. Благословляй их обильно, благослови этот строительный проект в Неваде, Господь. Благослови развитие этого служения, благослови, расположи властей, чтобы они спешиствовали этому, Господь. Благослови нас, как церковь, принимать в этом участие, Господь, чтобы больше людей спасалось, больше людей переставали быть зависимыми, чтобы больше людей получали в Тебе эту надежду. Молимся Тебе во имя Иисуса Христа, наш Бог. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok